Hello time boy, this is your operator. Get ready for mission. Return to paradise. Евгением Борисюком и, как говорится, без вариантов. На девятой минуте встречи счет на табло равный 2-2. Гол практически близнец первого, ворота Енисея забивает Евгений Иванушкин. Игра на поле несколько хаотичная, но равная. Спорный штрафной ворота Сипсканы и удаляет Василия Донских. Мяч уходит на угловой, который реализует один из лучших нападающих России Сергей Ломанов. Во втором тайме игра хозяев стала более скоростной и, как результат, три пропущенных Сипсканы мяча. Первый после розыгрыша углового удара. Автор гола Иван Максимов. Второй мяч Енисей забил с игры. С подачи Ломанова-младшего Дмитрий Завидовский. В 63-й минуте счет на табло разгромный для Сипсканы. 6-2. Дубль в этой встрече у Сергея Ломанова. Желание бороться до конца у команды Сергея Лихачева осталось. На 83-й минуте прекрасный проход Евгения Рахтина. Счет 6-3. Сохранился как итог матча. В первом тайме был забит только один гол. Автор – абаканец Андрей Хлюпин. На 46-й минуте встречи после розыгрыша штрафного удара с подачи Евгения Рахтина. Счет сравнял Евгений Иванушкин. Несколько минут иркутяне ведут в игре. После отличного паса Александра Насонова мяч ворота Саян забивает экс-абаканец Иван Кунсман. На 53-й минуте абаканцы сравнивают счет 2-2. Автор гола Дмитрий Кропоткин. Типскановцы после удачного розыгрыша углового удара вновь выходят вперед. С подачи Константина Савченко забивает Александр Насонов. Три минуты вновь ничья. 40-летний нападающий Саян Андрей Галеев воспользовался ошибкой Алексея Баженова. Перспектива повторить прошлогодний в кавычках успех и вывести из-за бока на одну очко уже кажется вполне реальным. Но помогает чудо и немного арбитр матча Игорь Синьев. Евгения Иванушкина сбивает штрафной и пенальти точно реализует Дмитрий Соколов. Неубедительная победа при абсолютно неяркой игре иркутян. 4-3. Прострел вдоль ворот и гол! Ну вот, вот такое хорошее начало матча. Прострелил вдоль ворот Андрей Балыкин. И знаете, так одной рукой, незаметным движением. Второй угловой ворот Типсканы. Подача. Удар. Еще удар. Вот и гол. Контр-атаки очень опасные. Есть исполнители. Вот. Вот прострел. Невнимательно сыграли сзади. Выпустили игрока. Это был, по-моему, Эдуард Патрушев. Поставил клюшку. При простреле аналогичный гол забил Евгений Иванушкин. Подача. Удар. И мяч в воротах. Ну вот. Стоило только... Да, правду у Василий Карелин. Стоило только нашим хоккеистам не бить напрямую, а разыграть. Довольно неожиданно получилось. И, по-моему, это Евгений Иванушкин опять. Прижали, прижали гостей. Хоккеисты Иркутской Севсканы к воротам. И Евгений Ивановский забил все-таки. Третий мяч. Третий мяч Евгений Ивановский. Нет. Можно было не забивать. Можно не радоваться Андрею Балыкину. Можно не вставать болельщикам. И даже, вы знаете, но болельщики-то не видели. И даже Андрей Балыкин не слышал, что был шлисток. Был он буквально на несколько сантиметров впереди защитников. А значит, было положение вне игры. Интересная борьба. Упорный поединок. Вот первая атака наших гостей с мячом. Игорь Иосиф. Удар. И... Да, это был Евгений Стеблецов. Девятый номер наших гостей. И счет открыт в матче. Ну вот такое начало неожиданное. Неожиданное, неприятное для иркутских болельщиков. Гол! По-моему, это Александр Насонов. Тут я пока рассказывал о Игоре Тараканове. Была передача вдоль ворот. Там поздравляют товарищи по команде. По-моему, Александр Насонов. Итак, третий угловой. Опять опасно. С левого фланга вновь у мяча Дмитрий Щетинин. Мастер спорта международного класса. Опытнейший. И он подает. Надо повнимательнее сейчас выбегающим. Подача. Да что ж такое. 1-3. Что не угловой, то гол. Да. Задержали. Вот, хорошо Насонов забить. Прекрасно. Ой, какой гол красавица. Знаете, редко такое бывает. Расстроен, конечно, Олег Андрющенко. Остальные все отошли к своим воротам. Евгений Иванушкин. Можно играть. Будет обыгрывать. Нет, бьет Евгений. Гол. Вот так. Евгений Иванушкин. Хоккеист, который в этом матче еще не забивал. Так, очередной угловой. С правого фланга. Посмотрим. Первым там на радости стоит Иванушкин. Константин Савченко приготовился. Вкатываться в зону подачи. Удар по воротам. И Василий Донских. Вот так. Вот так, дорогие друзья. Наш капитан. Хорошо, что меня не слышали армейцы Хабаровска. Когда я сказал, что потихонечку, знаете, так подкрался наш капитан Василий Донских. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Уже в который раз на стадионный круг счет с матча открыли гости. На седьмой минуте встречи армеец Алексей Фошин. Однако 22 номер белозеленец включили реабилитировку. После розыгрыша в нового удара в подачи вице Азотарова он забирает мяч воротам Алексея Донских. Второй угол кускай из подачи Константина Савченко стал Евгений Ивановский. Счетом договора констатировал. Третий гол в матче записал на свой счет Константин Савченко. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Get ready for mission Return to paradise Субтитры создавал DimaTorzok Далеко в Сибири, берегу Байкала, есть хоккейный клуб с названием «Сибскана» Только там и только один наш хоккей не победит Можешь назвать массу команд, но ни одну из них не поставит в нашем ряд От Владивостока до Балтийских морей и Пскана Всех сильней Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сибири, берегу Байкала